Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Мопла. Я вот в таком интересном положении нахожусь. Кто подписан на мой канал, наверное, знает, мы с супругой купили убитую квартиру в старинном доме 19 века. Есть желание превратить ее во что-то классное, современное, интересное, чтобы в последующем сдавать, собственно, туристам. Первая часть нашей реконструкции, реставрации квартиры уже есть на канале, ссылку обязательно прикреплю, будет в описании. Если смотрите на YouTube, то появится вот где-то вот сейчас здесь. Это, собственно, вторая часть, демонтаж. На мой взгляд, это самое интересное, потому что дому 150 лет. Буду обрывать обои сегодня, буду поднимать полы. Во всяком случае, хочу докопаться до пола, посмотреть, какой он там внизу, из чего состоит. Надо ли его ремонтировать или нет. Велик шанс найти клад именно в этой серии. Давайте начинать. Опять же, видео полного описания квартир есть на канале, можно посмотреть. Сейчас ситуация вот такая. Часть обоев я уже отодрал. Нужно избавиться вот от этой. Сегодня убираю линолеум, смотрю, что под ним, смотрю, в каком состоянии полы. Ну а завтра, друзья, самое страшное. Нужно будет вот эту стену отбить штукатурку. Эту стену хочу сделать полностью кирпичной в стиле лофта. Кстати говоря, вот это окно, друзья, окно было обнаружено мной в день покупки. Я начал простукивать стены, обнаружил полость и вот такое вот окошко. Поднимаем подоконник. Подоконник это место, где могут быть клады. Окно было замуровано долгое время, поэтому кто знает. Опа! Внимание! Многие, наверное, скажут, блин, зачем проводить демонтаж, зачем убирать, вроде нормальный линолеум, нормальный обои. Ну и смотрите, смотрите, как закреплен плинтус, прям, я не знаю, как это называется, но это очень странно, тут же открывается, можно все это потайным образом сделать, но, видимо, старые хозяева не знали о том, что это открывается и налепили вот так вот, поэтому все нужно убирать. Ну и в целом, если я хочу красивую квартиру, современную, то, наверное, стоит избавиться от линолеума и попытаться восстановить старые полы, хотя неизвестно, в каком они состоянии, давайте открывать, смотрите. Начинаем с порога, здесь вот такие двойные двери, тоже пока не знаю, что с ними делать, они, в принципе, старые, это вроде как стекло крашенное, может быть, удастся тоже восстановить. Так, ладно, порог, первое открытие, здесь у нас был линолеум, я его снял, дальше вот такой ДВП, и давайте смотреть, в каком состоянии порог. В таком, ничего необычного, порог как порог. А здесь что? Наверное, наверное, я смогу его разобрать полностью, порог, и сделать ровный пол. Скорее всего, тогда двери не получится сохранить. Вот дешевый линолеум скрывал под собой вот такой потрясающий зеленый пол, который, кстати, тоже придется, наверное, убирать, потому что нужно обнажить доски. Но сейчас пришло время избавиться от обоев и сделать комнату чуть светлее. Продолжаем, друзья, это уже следующий день. Я вчера ободрался обои, вытащил линолеум и лег спать. Вот, на самом деле, в квартире есть проблемы по электрике. Вчера, когда в другой комнате тоже обдирал обои, обнаружил, что там незакрытые штропы, там какие-то дикие скрутки. В общем, нужен электрик. Тем более, что сегодня в 7 утра у меня выключилось электричество, у меня, у всех соседей. И, вероятнее всего, виноват, наверное, я. Поэтому я сейчас вызвал электрика, он пока ко мне едет. Главное сегодня решить проблему по электричеству. Я, видите, затянул пленку и, соответственно, начну отбивать вот эту стену. То есть у меня сегодня самый грязный день. Будем наблюдать, ну и буду делиться своими ощущениями, впечатлениями. Не знаю, друзья, делали вы когда-нибудь этот вот лофт, да, вот этот открытый кирпич. Возможно, я что-то буду делать неправильно. Поэтому вы, как бы, пишите в комментариях. Ну и сегодня покажу, что получится. Погнали! В этом деле самое главное, это научиться отбивать большие куски. Тогда дело, в принципе, пойдет неплохо. Я разработал небольшую методику, хочу с вами ее поделиться. Смотрите, берем молоток и сначала просто бьем по штукатуре. Потому что, если этого не сделать, то будете вот такие вот маленькие кусочки отбивать. Нарушаем целостность и потом уже, смотрите, раз. И отваливаемся большие куски. Вот. И так, в принципе, можно работать. И так, в принципе, можно работать. Короче, друзья, у меня вырубалось электричество. Я уже об этом сказал. Приехал электрик, и мы лезем на чердак. Приключение. Сейчас посмотрим, что на чердаке столетнего дома. Может, клад найдем. Вот такой тут подъезд. Видите, еще от царей двери остались. И вот там чердак. Сейчас полезем. Вот эти двери мощные. Так, нам на кладке найти. Чего тут хорошего у нас? Ты так наступай, наладить на эти вот столи. Провалишься? Да. А тут, смотри, черепицей был покрыт, что ли, да? Черепица сколько валяется. И тут, короче, вся крыша сквозит. Смотрите, сколько снега. Хорошая крыша. Спасибо. Твоя труба. Почти не течет. Да, моя труба. Газовая. Вот, смотри, какие провода валяются. Консервные банки. Очень много черепицы вообще. Еще одна. Слушайте, большой чердак вообще. Очень большой. Тут какой-то провал. Ну так, чисто визуально, тут нет ничего. В плане находок. Кирпичи современные. И очень много битого. Вон, бутылка. Через пиццу, пыль, грязь и снег. Все, больше тут нет ничего на этой крыше. Окно открыто. Вообще класс. В общем, из интересного на этом чердаке только вот такая вот гора газет. Зачем ее кто-то сюда сложил, непонятно. А вот. А так, больше нет ничего. Пробка. Как новая. Минеральная вода, нет. Мейкот и лец. Ну это уже артефакт. Вот, кстати, вещь похожая на дореволюционную. Это одна в бутылке. Видите, какой вогнутый сильно. Из-под шампанского не может быть, но слишком маленького диаметра. Так. То есть есть какие-то вещи из 19 века. Это надо сюда прям лезть и обшаривать каждый миллиметр. Может, что и можно найти. Ну что, друзья, вот такое видео у меня сегодня получилось. Я наконец-то начал ремонт. В этом деле главное стартануть, как говорится. Пути назад уже нет. Стену ободрал, обои убрал, линолеум убрал. Теперь основная работа, это будет работа вот с этой стеной. Это будет работа с электрикой, с отоплением. В общем, много чего на самом деле впереди. Если нравится подобный контент, друзья, подписывайтесь на канал. Ну а самое главное, друзья, будем продолжать искать клады. Кстати говоря, на этой стене я обнаружил две какие-то таинственные ниши. Сейчас их вам быстренько покажу. Ниша номер один с какой-то деревяшкой. И вот ниша номер два. Что это такое? Я не пойму. Странная штука. На этом я с вами прощаюсь. Это был канал Миклуха Макфлай. Продолжаю делать ремонт в своей квартире 19 века. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Может быть, есть какие-то советы, может быть, я что-то делаю неправильно. Все. Пока-пока. Продолжение следует...